Ведрен Червука И я представляю участников пресс-конференции. Это Илья Леонидович Герклс, президент футбольного клуба «Локомотив» и Ведрен Червука, капитан футбольного клуба «Локомотив». Илья Леонидович, вам слово. Спасибо большое. Добрый день. Мы собрались здесь, чтобы объявить о очень значимом для нашего клуба событии, очень важном. Сегодня с нами наш капитан. Он провел блестящие 4 года с нами. Мы надеемся, что следующие 4 года, о которых мы сейчас объявляем, будут еще успешнее, еще более блестящие. И Ведрен тот человек, на котором мы строим команду, который ведет за собой. Прекрасный человек, великолепный профессионал. Своим отношением к делу он показывает пример всем игрокам. Не только нашего клуба, но, я думаю, всем игрокам российской футбольной премьер-лиги. Это один из лучших защитников в Европе. И мы все смотрим на него с надеждой, что лучшие игры его еще впереди. И мы очень рады, что он с нами еще 4 года, начиная с сегодняшнего дня. Спасибо. И сейчас у нас небольшая церемония. Делаем ваши. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . 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 Здорово. Даля. Советский спорт. Советский спорт. Артём Терентьев. Советский спорт. Значит ли это подписание что после потерь трансферных теперь будут приобретение и за ведро нам появится. Ну настолько же серьёзные приобретения. Может быть это и повлияло на ведро. Вопрос к Педруну. Были бы обещанные усиления, потому что он человек аффициозный, что придут новые серьезные игроки, дополнительные. И к Илье Леонидовичу тоже. Мы работаем. Мы не можем раскрыть все секреты. Работа ведется. Мы ищем усиление. Насчет таких игроков, как Педра, непросто найти на рынке, с учетом всех ограничений, которые у нас есть, финансового ФРП. Но мы стараемся. У нас будут варианты. Я думаю, скоро все узнаете. Я скажу так. У нас тоже есть хорошая команда. И играем вместе 4 года. Конечно, если будет усиление, это отлично для команды. Но у нас уже есть хорошие игроки, которые могут использовать результаты. Я думаю, так и будет этот год. Добрый день. Хотел спросить, какие сложности возникли во время переговоров? И можете раскрыть детали контракта? Детали мы не хотели бы, конечно, раскрывать. Никто никогда не раскрывает детали контракта. Поэтому мы не хотим первыми становиться. И это не нужно. Сложностей не было. Верный прекрасный человек. Он достаточно открытый. Тут вопрос был найти, поговорить, найти взаимопонимание. Мы сделали это очень быстро. С ним приятно иметь дело. С его открытостью мы это сделали практически мгновенно. Поэтому сложностей не было никаких. Мы быстро нашли. ВОК ТВ. Ведрон, скажи, пожалуйста, в прессе очень много информации различной ходило. Болельщики переживали и бросало то в жар, то в холод буквально. У тебя самого были переживания по поводу твоего будущего? С кем ты советовался, если были? Ну, переживания не было. Потому что я знаю, что я хотел. Это что люди писали. Все уже... Я написал на моем инстаграме. Когда что будет, вы знаете от меня, а не от людей, которых я не знаю. А с кем я поговорил? Это я поговорил со семьей. И это самое важное, что они думают и что я думаю. А что думают люди там, которые мне не важны, это не важно. Правильно. Илья Леонидович, Вам вопрос. Не прошло и недели с момента Вашего вступления в должность президента «Локомотива». И вот перед подписанием Ведрона решен важнейший вопрос. Можно ли считать это Вашей первой победой в «Локомотиве»? Нет. Это победа клуба. Я бы не стал свою роль. Нет. Это победа клуба. Это нужно клубу. Поэтому мы дело сделали в первую очередь. Я думаю, любой человек на моем месте поступил бы так же. Это абсолютно логичный, правильный и ожидаемый шаг. Вы все этого ждали. Мы не могли этого не сделать. Ведрен ждал. Тут надо было просто подойти. Поэтому тут моего участия никакого нет. Класс. Ведрен, Вы сказали, что возможно будете играть в «Локомотиве» до конца карьеры. Это скорее просто красивые слова или реальные планы? Нет. Это план. У меня контракт новый шаг будет четыре года. И я хочу остаться до конца контракта. И надеюсь, что, конечно, если клуб будет хотел, то проблем не будет. Я хочу остаться здесь. И думаю, после восемь лет надеюсь в клубе играть в «Не знаю, в каком клубе» не хочет. Такое сегодня обыковали состав сборной России на товарищеские матчи, в котором попали четыре игрока «Локомотива». Вы довольны? Хотели больше? На сегодняшний момент мы довольны, но мы, конечно, хотим, чтобы у нас росли игроки для сборной России. Конечно, у нас лучшая школа. Они могут учиться. У них есть прекрасные примеры перед глазами. Они тренируются вместе. И им ничто не мешает становиться действительно звездами на примере таких футболистов, как Ведрон. Советский спорт. Ведрон, вы не играли в последнем матче. Мы говорили о микротравме. Как сейчас ваше состояние физическое? То есть рассчитывать на вас, увидеть в следующем матче? И вопрос Еле Леонидовичу по поводу продолжения темы сборной. Как оцените прогресс Мирунчука? Можно ли в ближайшее время уже рассчитывать на него как лидера «Локомотива» и, может быть, даже лидера сборной? Были проблемы со спином. Не тренировал пять дней в общей группе. И просто тренер со мной поговорил и сказал, что лучше не рисковать эту последнюю игру. И вчера тренировал с командой. Потом надеюсь, что так будет и до воскресенья. И, конечно, надеюсь, что буду готов. Но тренер скажет, как всегда, кто будет играть. Я хотел бы немножко добавить. Ветерин скромничает. Он настолько профессионально подошел к делу, что он с травмой полетел с командой. И когда понадобилось, он вышел на поле, несмотря на то, что он не планировался играть в ту игру. Он совершил очень профессиональный поступок. И просто я был потрясен, если честно, когда видел, что он выходит. Когда было нужно, он вышел и спас игру. Можно так говорить, наверное, без преувеличения. Поэтому это его характеризует, мне кажется. Что касается других футболистов, я думаю, сейчас не стоит. Других футболистов мы будем говорить, наверное, отдельно об их прогрессе. Они замечательно делают прогресс. Но сейчас у нас другая тема. Ветерин, скажи, пожалуйста, в свое время ты начинал в Корватии, разумеется. Переехал в Англию. И мог ли ты когда-то подумать, что в такой стране, как Россия, ты сыграешь, дай бог, все 8 лет и здесь завершишь карьеру? Восемь лет это еще не все. Будут еще годы. Скажу правду, конечно, когда играл в Англии, не думал, что будет играть в 8 лет в Руси. Но скажу так, когда было предложение от Славяна, не думал ни разу, потому что знал, какой человек. И скажу вам так, мой дебют за сбору в Хорватии я был на этом стадионе 10 лет назад. Потом думаю, это все связано и думаю, я и должен здесь закончить карьеру. Судьба. Еще вопросы? Если вопросов нет, мы благодарим нашу аудиторию за внимание. А еще вопрос, советский спорт, пожалуйста. Ведрам, вы один из лучших защитников чемпионата. Многие наши чемпионаты ругают. Как сами оцените его? То есть это тот уровень, который вам нужен? Или, может быть, скучаете по чемпионату Англии по тем скоростям? Или ФПЛ тоже интересно, тоже увлекательно? Ну, сравнивать чемпионат Англии и Руси, конечно, это… Но я вам скажу так и думаю, что все люди в Руси, болешники и игроки, должны чуть-чуть больше уважать сами себя и чемпионат Руси, по тому, что качество очень высокое, посмотрите, когда сравните, не знаю, игру Англии и Ростова, или так далее, думают не хуже чемпионат от Франции, это 100%. И, 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 иish, и, иpu.. На этой доброй ноте предлагаю завершить, спасибо всем за внимание, благодарим нашу аудиторию журналистов. До новых встреч, ждем на матче с крыльями советов. Спасибо.